Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok В Сочи обсудили итоги работы по пресечению незаконного строительства. Министр иностранных дел Германии оказался в восторге от производства комбайнов на заводе в Краснодаре. Предприятие «Зигмару Габриэлю» показал губернатор края Вениамин Кондратьев. Все подробности в материале наших краснодарских коллег. Катание на велосипедах в рабочее время здесь не считается саботажем. Наоборот, двухколесные выдают сотрудникам для передвижения по заводу. Никакой суеты, несмотря на то, что трудится почти полтысячи человек. Да и для предприятия с полным циклом производства, от металлообработки до сборки сельхозтехники, здесь довольно тихо и очень чисто. Завод «Клаас» по производству комбайнов и тракторов в Краснодаре – пример удачного слияния немецких технологий и российского упорства. За 12 лет работы здесь наладили выпуск трех тысяч сельхозмашин в год. Министр иностранных дел Германии, который вместе с губернатором Кубани приехал посмотреть работу предприятия, признался – от увиденного в восторге. Немецкие стандарты повсюду, даже в подготовке краснодарских сотрудников. Еще Зигмар Габриэль добавил – завод не случайно находится в южном регионе. Краснодарский край – это регион с огромным экономическим потенциалом. Здесь отличная плодородная земля и мощное сельское хозяйство. Немецкое предприятие «Клаас» инвестировало сюда более 150 миллионов евро. И это главное доказательство того, что иностранный бизнес доверяет экономике Кубани. Хотя «Клаас», конечно, уже можно назвать не немецким предприятием, а российским. Компания с немецким капиталом локализовала производство на Кубани более чем наполовину. Даже металл для техники обрабатывают в Краснодаре. «Клаас» стала первой иностранной фирмой в России, которая заключила специальный инвестиционный контракт. Он дает право воспользоваться государственной поддержкой. Но, пожалуй, самое главное для бизнеса то, что документ закрепляет неизменность правил игры на 10 лет. Любые перестановки в законодательстве, например, налоговом режиме, никак не скажутся на работе компании после подписания договора. И это серьезный шаг для развития всего сельскохозяйственного рынка региона. При таких огромных урожаях, которые сегодня собираются на Кубани, очень важно качественно собрать урожай. И вот эта техника «Клаас» позволяет сегодня нашим церковским товаропроизводителям это делать. Техника, конечно, находится в определенном ценовом сегменте. И наша основная задача, в том числе и моя, сделать технику «Клаас», комбайны «Клаас» доступнее и доступнее всем церковным товаропроизводителям нашего региона. В целом у Германии и Краснодарского края, как принято сейчас говорить, положительный бэкграунд, то есть история взаимоотношений. В регионе работают 26 компаний с немецким капиталом. Только за прошлый год внешнеторговый оборот между Кубанией и Федеративной Республикой превысил 180 миллионов долларов. И если вынести санкции за скобки, привлечение инвестиций стало более интеллектуальным. Деньги вкладывают в развитие технологий. Например, такой гигант, как «Сименс», внедрил в края энергосберегающие технологии в системах вода и теплоснабжения. Несмотря на всю геополитику, сами немцы хотят сотрудничать с русскими. Об этом говорили на открывшейся конференции городов-партнеров России и Германии. Отношения между простыми гражданами как раз и являются решающими, а они на самом деле доверительные. Я надеюсь, что большая политика будет развиваться именно в этом направлении. Очень хочется, чтобы у России и Германии было хорошее совместное будущее. Будто подтверждая эти слова, участие в международном форуме приняли главы МИД России и Германии. В Краснодаре Сергей Лавров и Зигмар Габриэль говорили о сотрудничестве. Причем не о глобальном на уровне руководства стран, а о партнерских отношениях между конкретными районами и городами. Успешный пример контактов на земле – Краснодар и Геленджик. В этом году уже 25 лет по братимским связям с Карлсруей и Хильдельсхаймом. Самое главное – взаимопонимание между политическими элитами и деловыми элитами. Они находили свои определенные точки. Ряд германских компаний на сегодняшний день имеют свои экономические непосредственно базы. Поэтому я думаю, что Краснодар является хорошим примером части развития даже в эти сложные экономические и кризисные времена. Что бы ни происходило на арене мировой геополитики, одно остается неизменным. Жить в изоляции от самой большой страны на планете невозможно. Но возможно успешно сотрудничать, что и показывает Краснодарский край, товарооборот которого с Германии за последние пять лет приблизился к полутора миллиардам долларов. Александр Иванченко, Денис Маскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Также Вениамин Кондратьев и Зигмар Габриэль посетились соревнования по уличному футболу. Турнир среди юных спортсменов развернулся на площадке перед зданием Экспограда. Как рассказали губернатору края и вице-канцлеру ФРГ, чемпионат нацелен на развитие толерантности среди молодежи. Всего участия в них принимают более 300 немецких и российских спортсменов, в том числе и из Краснодарского края. При этом они сами выбирают, сколько игроков будет в каждой команде или по каким правилам будет вестись матч. Так, например, после забитого гола футболисты обнимаются или аплодируют друг другу. Россия может ввести электронные визы для иностранцев в Сочи. Об этом шла речь на встрече главы МИДа страны Сергея Лаврова с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. По словам министра иностранных дел, в качестве эксперимента такую работу в ближайшем времени было решено провести в некоторых российских регионах. Как отметил в свою очередь Вениамин Кондратьев, если включить в их число Краснодарский край, это значительно увеличит количество туристов из зарубежных стран. Краснодарский край – это не только регион, где развивается промышленный комплекс, промышленность, но, конечно, и туристический регион. И сегодня в целом в крае отдыхает около 15 миллионов туристов, и из них только 6% – это иностранные туристы. Просим вашей поддержки, чтобы все-таки хотя бы для города Сочи ввести электронную визу. Я надеюсь на многого простить возможность иностранных туристов приезжать в Сочи, в самый главный курортный город, который есть на Челоморском побережье. Электронная виза для нас – дело новое. Мы сейчас осваиваем этот опыт, и правительство приняло решение в порядке эксперимента, если хотите, ввести электронные визы для территорий, которые находятся в свободном порте Владивостока и для Калининградской области. И по мере того, как мы освоим эту форму работы, по мере того, как мы поймем, насколько наши зарубежные партнеры готовы действовать на основе взаимности, конечно же, будем рассматривать и ваши обращения, и при всех обстоятельствах будем делать все, чтобы туристы сюда приезжали. Впрочем, интерес к Краснодарскому краю растет не только у иностранных туристов, но и бизнесменов из зарубежных стран. Сергей Лавров во время встречи отметил высокий инвест-потенциал Кубани. Украин уже устойчиво входит в пятерку самых привлекательных с точки зрения инвестиций регионов Российской Федерации, и мы будем этому всячески содействовать. По линии Министерства иностранных дел мы с вами договорились провести вскоре презентацию Краснодарского края в нашем Министерстве иностранных дел. Мы ее подготовим на высшем уровне, уверен, что это привлечет дополнительных партнеров для Краснодарского края. Я хочу себе лично благодарить вас, что вы, конечно, делаете большую политику, и, делая большую политику, помогаете нам делать нашу экономику в регионах, в муниципалитетах. Ну а мы, делая экономику в муниципалитетах и регионах, помогаем вам делать большую политику, потому что это все взаимосвязано, и только это все вместе дает результат. Я не хочу, чтобы нас заподозрили в обмене комплиментами и любезностями, но наша внешняя политика, она опирается на внутреннюю. И чем устойчивее, чем быстрее развиваются наши регионы, чем богаче живут люди, чем оперативнее решаются проблемы, тем прочнее та опора, которая обеспечивает нашу внешнюю политическую деятельность. На Кубань Сергей Лавров накануне прибыл с рабочим визитом. Министр иностранных дел страны принял участие в российско-германской конференции, которая в эти дни проходит в Краснодаре. Сегодня в Сочи определится второй финалист Кубка Конфедерации. В столице Татарстана на стадионе «Казань-Арена» уже прошла первая полуфинальная игра. Действующий чемпион Европы сборная Португалии уступила команде Чили со счетом 3-0. А накануне мэр-курорт Анатолий Пахомов встретился с представителями сборной Германии, которая проводит в Сочи предматчевые тренировки. Игроки и руководство команды находятся в Сочи уже около недели. И, как пошутил президент Немецкого футбольного союза, они приложили максимум усилий в матче со сборной Камеруна, чтобы не только победить, но и получить возможность остаться на курорте. Анатолий Пахомов поблагодарил гостей за красивую игру и выразил надежду, что и сегодняшняя встреча будет не менее яркой. Представители немецкой стороны не скупились на комплименты в адрес города и его жителей. Я рад, что в Сочи такой мэр, который поддерживает развитие спорта и прикладывает усилия для создания атмосферы гостеприимства и для участников, и для гостей футбольных состязаний. И я, и другие члены команды чувствуем себя здесь комфортно. Нас все приятно удивляет и красота города, и его инфраструктура. В главе Сочи подарили футболку с автографами членов сборной Германии. Она будет передана в Сочинский музей спортивной славы. Главная безопасность. На ее страже сегодня в Сочи все сотрудники правоохранительных органов, даже четвероногие. На Кубке конфедерации в нашем городе задействовано 67 кинологических расчетов полиции. Кинологи с собаками задействованы при проведении досмотра там, где это невозможно сделать при помощи технических средств. Собаки, работающие на Кубке конфедерации, нацелены на поиск взрывчатых веществ и взрывных устройств. У каждого собаки по-разному обозначает. Например, мой джокер, он замирает. Если что-то находит, замирает хвост, я вижу сразу. И он от места не отходит, пока я его не поощрю. Смена кинолога и его четвероногого напарника длится 12 часов. Однако собака работает не все это время, а задействуется по мере необходимости. У хвостатых сотрудников свой рабочий режим. Поработав полчаса, собака обязательно должна отдохнуть. Перерыв 15 минут, затем снова в работу. Тяжело и собаке, и кинологу также. Жарко. Но ничего, справляемся, работаем. Самое главное, чтобы люди были в безопасности. После 12-часовой смены кинологический расчет уходит на выходной. Но и в свободное время кинолог проводит тренировки со своим питомцем. Содержатся собаки, а это в основном немецкие овчарки, лабрадоры из Панели в Сочинском кинологическом центре. На место службы незаменимых помощников доставляет спецтранспорт. С момента начала проведения игр специалистами-кинологами досмотрено более 900 единиц автотранспорта, более 100 единиц крупных предметов и проведено 15 обследований мест проживания игроков, тренировочной арены и самого фишта. Ежедневно перед заступлением на смену каждая собака проходит обязательно ветеринарный осмотр. На сегодняшний день все собаки здоровы и так же, как и их инструкторы, готовы к работе. А ее сегодня будет немало. Сочи принимает полуфинал Кубка Конфедерации. Татьяна Говоркова, Галина Моисеева, телекомпания ФКТ Более 83 тысяч болельщиков уже стали зрителями матчей Кубка Конфедерации в Сочи. Об этом сегодня в пресс-центре для неаккредитованных журналистов рассказал первый заместитель главы города Анатолий Рыков. Среди зрителей было немало иностранцев, которые, преодолев многочасовой перелет, приехали поддержать свои сборные. На стадионах они очень активно болели за игру, создавая особую атмосферу для всех. И, как отметили на пресс-конференции, показывая пример особой культуры болельщика. Праздничное настроение создавали и волонтеры. За время матчей группового этапа к ним поступило порядка 70 тысяч обращений. Все они будут проанализированы и учтены в будущем во время чемпионата мира по футболу. Протестировали на стадионе и безбарьерную среду. Всего во время матчей группового этапа Фишт посетили более 500 человек с ограниченными возможностями здоровья. Загрузка и разгрузка стадиона по времени соответствуют всем нормативам. И в целом является одной из лучших на стадионах с такими параметрами. После окончания Кубка Конфедерации Фишт будут готовить к Мундиалю. Но параллельно он может быть задействован под матчи сборных или игры команд Премьер Лиги. Благодаря Кубку Конфедерации в копилку города попадает стадион Фишт и тренировочные поля. Это дает нам возможность претендовать на статус футбольного центра тренировок и команд Премьер Лиги. Потому что мы знаем, что и наша сборная, и другие клубы тренируются, в том числе и в соседних государствах. Мы надеемся, что Сочи станет достойной альтернативой этим площадкам. Российская детская команда Макдоналдс в эти минуты готовится к выходу на стадион Фишт. Участники детской программы на Кубок Конфедерации 2017 FIFA вместе с Макдоналдс сегодня выводят на поле игроков матча Мексика-Германия. Возможным такое стало благодаря конкурсу, в рамках которого ребята должны были продемонстрировать свои эмоции во время занятия спортом. Победители сегодня в Сочи. Футбол – это жизнь! Футбол – это спорт! И только футбол нам дарит восток! Вот они, самые эмоциональные ребята, победившие в конкурсе Макдоналдс. Сегодня же они получат новые, самые яркие эмоции. Большинство удостоившихся уникальной возможности вывести на поле участников сочинского матча местные ребята. И, кстати, многие из них занимаются футболом или каким-либо другим видом спорта. Есть в числе счастливчиков и просто болельщики. Около половины участников программы – дети из малообеспеченных, приемных и многодетных семей. Впервые в программе участвовали и дети-инвалиды. Таким образом, Макдоналдс открыл новую главу в истории футбола. Без границ и барьеров. Таких участников у нас было четыре. В Сочи это была Гера Арестова, которая уже 21 числа вывела своего кумира на поле. И в остальных городах мы тоже имели возможность и гордость выводить таких детей. Мы делаем это ради тех эмоций, ради возможностей для детей и родителей прикоснуться к спорту и высоких достижений. И показать, что они действительно активно занимаются спортом. Вот уже 20 лет Макдоналдс оказывает поддержку Чемпионату мира по футболу. И таким образом передает дух таких спортивных мероприятий, в том числе и своим посетителям. Среди них целые семьи. Двое моих ребятишек, Саша и Валера, сынок и дочка, выиграли в конкурсе, который проводил Макдоналдс. И сегодня на полуфинале они будут выводить футболистов столько эмоций, непередаваемых впечатлений. Особенно, когда это и брат, и сестра, и они вместе. И на таком событии. Это не первый наш конкурс. Мы уже были в Сочи на Олимпиаде вместе с Макдоналдсом. Когда мы узнали, что мы выиграли, мы прыгали, пищали, визжали от радости. Всего в программе на Кубок Конфедерации 2017 FIFA вместе с Макдоналдс принимают участие более 350 юных любителей футбола. На чемпионате мира в будущем году футболисты снова будут выходить на поле рука об руку с участниками социально ориентированной программы Макдоналдс. И через год в проекте будут участвовать уже более 1200 российских детей. В Сочи обсудили итоги работы по пресечению незаконного строительства в этом году. В совещании под председательством первого вице-мэра Мугдина Чермита приняли участие представители УВД, АБЭП, ФСБ, прокуратуры, судебных приставов, архстройнадзора, специалисты муниципального земельного контроля, городской и районных администраций. В Сочи очень востребованный город для проживания. Это стимулирует местную строительную отрасль. И зачастую именно этим пользуются недобросовестные застройщики. В итоге Сочи один из лидеров в крае по количеству самовольных построек. У нас на сегодняшний день наблюдается 1116 объектов незаконного строительства. Понятно, что это и киоски, понятно, что это и павильоны, понятно, какие-то различные другие объекты. Но вместе с тем, конечно же, это и многоквартирные дома, это и какие-то коммерческие объекты. И поэтому такое лидерство, конечно, наш город не красит. Как правило, многоквартирные дома появляются на участках, выделенных под ИЖС. Стоит отметить, что за последние полтора года количество нарушений снизилось вдвое. Если в 2015 году выявлено 134 незаконных многоквартирных дома, то в 2016 уже 68. А за первое полугодие нынешнего всего 24. Сейчас администрация участвует в почти полутысячи судебных дел, связанных с самовольным строительством. Борьба ведется и на информационном поле. Опубликован список из 142 жилых комплексов, под брендом которых ведется продажа несуществующих квартир. Крайняя мера для застройщика – снос. В прошлом году демонтировано 24 объекта, в этом уже 17. Распоряжение о сносе действует еще на 155 строений. Но порой недобросовестные застройщики продолжают возведение объектов, игнорируя судебный запрет. Таких строений в городе 16. На них дежурят судебные приставы, волонтеры, сотрудники муниципального земельного контроля. Но стройка продолжается при первой возможности. Мы стали вместе выходить на все объекты. Мы стали их, если кому-то это неуютно слышать, вместе их охранять, чтобы они не строились. Мы стали привлекать волонтеров, мы стали привлекать какие-то другие силы для того, чтобы эти объекты не строились. К сожалению, не всегда удается, потому что ограниченное количество людей и у нас, и у службы судебных приставов. Чермит отметил, что решением могут стать несколько уголовных дел на таких строителей. Проблема еще и в том, что застройщики нередко выигрывают суды, апеллируя необъективными данными экспертиз, которые в своих заключениях, например, представляют пятиэтажку трехэтажным домом. На совещании было решено проверить работу таких экспертов. Еще одна сторона проблемы – риэлторские агентства, которые продолжают предлагать квартиры в самовольных жилищных комплексах, тем самым рождая еще одну проблему – обманутых дольщиков. Доверившись застройщику, покупатели квартир, по сути, оказываются соучастниками преступления, инвестируя в незаконную стройку. Риэлторов также ждут проверки. Газифицирован очередной сочинский поселок. Голубое топливо пришло в Богушевку. Проект в 3 миллиона рублей успешно реализован. И теперь 7 километров магистрального газопровода в распоряжении 300 сельчан Хостинского района. Знак того, что в силе есть благо цивилизации – вот эти желтые трубы. Теперь они радуют глаз и жителей Богушевки. Одна треть сельчан уже воспользовалась новыми возможностями. Порядка 60 семей исполнили заветную мечту и разобрали в своих домах дровяные печи. А это не только чистота, но и экономия, радостно отмечают сочинцы. Остальные совсем близко к цели. Осталось подготовиться финансово. Мы все думали, что этого никогда не будет, но оказывается, все-таки нашли силы и средства. Это, конечно, заслуга администрации города. Брать дрова очень дорого и тяжело, сами знаете. Очень дорого стоит. Очень выгодно. Остается времени теперь для отдыха. А так сельчане вообще отдых, что такое, люди не знают. Сейчас настанет с водой решить вопрос. Проект есть. Я думаю, что этот вопрос тоже решим. Но Анатолий Николаевич, в принципе, сказал, что все зависит от людей, энтузиастов. Проектирование, заказчиком которого выступила администрация Сочи, длилось несколько лет. И лишь в 2014-м оно прошло госэкспертизу. С 2016 по 2017 год специалисты занимались вводом объекта. И вот сегодня в домах жителей Богушевки огонь теплится не в печи, а на газовой плите. Очень рады. Мы столько лет этого ждали. Наконец-таки дождались. Надеемся, что теперь будет тепло, уютно и хорошо. Уголь, дрова – это очень дорого и неэкологично. Поздравил сельчан с долгожданным событием глава города Сочи. В дом первых счастливчиков Анатолий Пахомов пришел с символичным для такого мероприятия подарком – чайным сервизом. Очень рад за вас, за то, что к вам пришел газ. А это значит, что будут улучшены условия жизни. И я вам пообещал и говорю, что буквально в сентябре месяце мы приступим к ремонту дороги, которая идет на Гушевку. Она у нас стоит во втором этапе. И таким образом до конца года точно построим еще и дорогу. И хочу сказать, что качество жизни жителей будет уже городское. Что же касается газификации, то, как отметил мэр, она идет активными темпами. Только в прошлом году газовые трубы взамен печных протянули в 28 селах Адлерского района. В этом голубое топливо появится в четырех населенных пунктах курорта. В связи с тем, что во время Олимпиады практически полностью были реализованы планы по газификации Адлерского района, мы смогли сконцентрировать силы на Хостинском районе. Теперь последние села Хостинского района мы добьем, вот в частности Измайловку. И все силы бросим на Лазаревский район. Ближайшие наши планы – это Лао, это Вардане. Вот таких два больших куста. Совсем скоро пейзаж села, благодаря знаменитым желтым трубам, изменится и в Измайловке. Тогда вопрос газификации сел Хостинского района будет закрыт. Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». В Сочи на форуме «Здоровье России» уникальную продукцию представляет российско-американский консорциум «Пристин Голд». Одно из направлений консорциума, куда входят медицинские и перерабатывающие предприятия, является разработка препаратов и комплексов для поддержания организма и улучшения репродуктивной функции как у людей, так и у домашних животных. Медицинские и инновационные технологии и разработки этой организации известны по всему миру. В прошлом году компания стала сотрудничать с американскими инвесторами, благодаря чему за полгода удалось выпустить 10 многофункциональных препаратов для здоровья. Для их производства используется особая вакуумная технология, а изготовлением занимаются сотрудники трех научно-исследовательских институтов. Наши технологии позволяют из натурального вещества создать другую форму, не изменив его свойства. Мы создали препараты, которые сделаны из икры морского ежа. Сохранив все микроэлементы, сохранив все активные вещества в этом препарате, мы получаем дигидрикверцитин, которого нет в мире по количеству антиоксидантов на миллиграмм. Против старения препарат сделан из ДНК, из нуклеиновых фислот, из молок лососевых рыб. Препарат, который способен остановить старение клетки. Препарат Виталарикс Лайф Детокс, например, содержит уникальный природный сорбент, получаемый из океанического краба. Хитозан, тот же антиоксидант, абсорбирует и выводит токсины. Снизить утомляемость, укрепить работу сердечно-сосудистой системы и улучшить память, поможет таурин-актив с белком мидии. А для спортсменов подойдет препарат Виталарикс Кардио. Большой интерес продукция Витаголд вызывает и у ветеринаров. Мы сделали очень интересные препараты, расщепленные белки до чистых аминокислот для животных. Это превосходит любой лекарственный восстановительный препарат, который существует в мире. Это 19 аминокислот в одном флаконе, собранных. Плюс там еще есть такое понятие кофакторы, где еще существуют витамины, где еще существуют минералы, которые действуют мгновенно. Ознакомиться с продукцией компании Витаголд можно на выставке Форума здоровья России до 30 июня. Также в Сочи работает представительство российско-американского консорциума в Южном округе. Телефон для справок 8 989 765 28 06. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну и в завершении выпуска информации от партнеров программы. Стоматология Скаковский работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире.